Всем привет! Представляем вашему вниманию новости нашей Церкви за прошедшую осень. Сентябрь месяц начался с Большого Дня Церкви. После периода летних отпусков Церковь с удовольствием собралась в воскресное утро, чтобы повидать друг друга и наполниться Божьим Словом. Пастор Александр делился Божьим видением и пониманием того, куда нам, как Церкви, предстоит идти и что предстоит делать. Также в этот день состоялось служение YGS Teens, где рассматривалась тема «Культура отношений» в контексте общения между мальчиками и девочками. Саму тему проводил Тима Масюк, то есть я. А для ребят мы провели очень интересную тематическую вечеринку. А на следующей подростковой встрече наш лидер Артем говорил на тему «Инстареальность», говоря о том, что в Инстаграме люди показывают не настоящую, а выдуманную реальность. Но живя в современном мире, так важно научиться разбираться, что же такое настоящая жизнь. Что же касается центральных служений Церкви, на них рассматривались такие важные темы, как «Причастие Господне», «Бог и община», «Человек и мир». Каждое служение еще больше утверждала Церковь в важности познавать Бога и нести Его свет в этот мир. В связи с этим, после летнего перерыва мы восстановили YGS Outreach – евангелизационное служение. Мы снова начали выходить на улицы Киева и говорить с людьми нашего города о Спасителе Христе. Также осенью мы возобновили группы общения по районам Киева. Это очень важное время для каждого, кто их посещает, ведь здесь мы рассматриваем очень интересные темы, а также общаемся и молимся за каждого лично. Также в сентябре месяце пастор Александр и его жена Марина начали проводить встречи с молодыми семьями, ведь это так важно – наставлять пары в начале их совместного пути. Вслед за сентябрем пришел октябрь месяц, который был также насыщен различными замечательными мероприятиями. Центральные служения были посвящены таким темам, как «Правила жизни», «Причастие Господне», «Церковь четырех поколений», а также «У нас прошел День семьи». Каждое служение было наполнено словом с неба и Божьим присутствием. Многие люди свидетельствовали об ответах на молитвы, душевном и физическом исцелении. Еще одной особенностью октября стало начало служения YGS Ladies, где наши дорогие леди имели время замечательного общения и назидания в слове на тему «Поговорим на чистоту». Конечно же, не обошлось без вкусняшек. На YGS Teens рассматривалась очень важная для подростков тема – депрессия, которую провел Тима Масюк. Мы провели настоящую депрессивную вечеринку, а также говорили с ребятами на эту важную тему. Ведь так нужно им понимать, что такое депрессия, откуда она берется, что об этом говорит Библия и как бороться с этим недугом. А на YGS Youth пастор Александр провел семинар на тему взаимоотношения, говоря о важности найти правильного спутника жизни. Ведь от этого во многом зависит наша судьба и хождение с Господом. Если вы хотите прослушать этот семинар, вы можете найти его в общей церковной переписке. Какая церковь без помощи нуждающимся людям? Конечно же, мы также не могли оставить эту часть христианской жизни в стороне. Именно поэтому у нас родился новый отдел – служение взаимопомощи. Если вы хотите узнать более подробную информацию, переходите по ссылке и смотрите видео об этом. А также ищите посты по хэштегу YGS Help. Также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что помимо еженедельных церковных молитв и молитвенных эстафет, мы начали по понедельникам проводить вечерние онлайн-молитвы, которые проводят пастор Александр и Марина. Обязательно подключайтесь к ним, ведь это так просто – выделить 15 минут времени и помолиться вместе с другими братьями и сестрами. Вместе мы – сила! Итак, присоединяйтесь к нам в понедельник в 20.00 на нашу страничку в Инстаграм или Фейсбук. А наша команда YGS Outreach продолжила нести Евангелие на улице Киева. Мы провели Outreach с подростковой командой Kings Kids. Ребята танцевали, а в перерывах между танцами наши служители свидетельствовали людям о Христе. Во время этой евангелизации мы имели возможность поделиться благой вестью с мусульманами. И вот уже пришел ноябрь – месяц подготовки к Рождеству, что и начала первым делом делать наша команда прославления и детское служение, чтобы порадовать нас своими выступлениями. Так что с нетерпением ждем праздника. А мужчины нашей церкви решили не отставать от женщин и провели YGS Man, где они не только имели замечательное общение о важности братства, но и вместе смотрели трансляцию Лиги Чемпионов. Так что в следующий раз, дорогие братья, не пропустите это событие. YGS Teens провели для ребят настоящий корпоратив с конкурсами и весельем, где пообщались на тему слушающий и исполняющий, которую для них подготовил Никита Масюк. Говоря о том, что важно не только слушать, чему учат, но и начинать использовать свои знания, иначе от них не будет пользы. Следующее же служение YGS Teens было на тему глобальное потепление. Каролина Гордеева и Никита Масюк говорили с ребятами о том, что мы живем в последнее время и что это значит. На это можно смотреть так. Мне все равно. Буду покупать пластик, ведь планета и так засорена. А можно и иначе. Я хочу помогать своей планете, заботясь о ее состоянии. А на центральных служениях церкви поднимались такие темы, как главные слова, причастие Господне, покаяние, могущественная молитва, подробно о важном, благотворительность с любовью. Все эти послания были полны небесной силы и вдохновения. В ноябре месяце в рамках YGSU пастор Александр и Марина провели встречу с молодыми семьями, где общались с ними на очень важную тему. Хотите узнать на какую? Приходите на следующую семейную встречу, конечно, если вы молодая семейная пара. А после этого пастор Александр и Светлана Гаврилова, лидер молодежного отдела, провели открытую планерку с молодыми людьми, чтобы услышать их мнение о том, как стоит вести молодежную работу в нашей церкви, чтобы реально отвечать на нужды сегодняшнего поколения. Наша команда YGS Outreach снова выходила проповедовать о Христе на улице Киева. Одной из особенностей этого месяца была встреча и возможность проповедовать Евангелие сразу 12 молодым индусам. Вообще, мы заметили, что Бог как-то особенным образом открывает двери для проповеди Евангелия англоязычным студентам. Поэтому наш Евангелизационный отдел особенным образом призывает молодежь, владеющую английским языком, подключаться к нашим проектам. А закончили мы этот месяц общей церковной молитвой, где поклонялись Господу, молились и наполнялись Его драгоценным присутствием. На этом все, дорогие друзья. До новых встреч в конце зимы. Добро пожаловать в семью Божью!